Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Преследование нарушителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия, привело к аварии, в которой пострадали сотрудники ГАИ. Сообщение на спецлинию 102 о совершенном на пересечении улиц Междугородняя и Лазурной ДТП поступило накануне в 15.50. Владелец одного из поврежденных автомобилей сообщил, что второй водитель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытается скрыться на авто. Информация незамедлительно была передана ближайшим нарядам ГАИ, один из которых выехал на перехват со стороны улицы Объездной. При повороте на Лазурную спецавтомобиль на большой скорости совершил столкновение с автомашиной БМВ, подъезжавшей к перекрестку. Потом автомобиль ДПС ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину. Два инспектора ГАИ с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Водители и пассажиры БМВ серьезных повреждений не получили. Назначен ряд экспертиз. Вправлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области проводится проверка по факту дорожетранспортного происшествия с участием оперативного автомобиля ГАИ и легкого автомобиля БМВ. В результате столкновения транспортных средств оба водителя и пассажир служебного автомобиля получили телесные повреждения. По имеющейся следствии информации, на момент ДТП на автомобиле оперативного назначения ГАИ были включены маячки и специальный звуковой сигнал. В ходе проведения поисковых мероприятий была обнаружена скрывшаяся с места ДТП на пересечении улиц Междугородняя и Лазурная автомашина, а впоследствии задержан и ее водитель. Им оказался гомельчанин 1975 года рождения. На момент его освидетельствования концентрация алкоголя в крови составила около 2 промилле, что соответствует 500 миллилитрам выпитой водки. Сколько вы выпили? Там показалось, что много. Вчера выпивали. Сколько вчера выпивали? Ну всем. Чего? Вот. То есть потом сели за руль, в связанное состояние и поехали туда. После совершения ДТП потребляли? Нет. Точно? Точно. На сегодняшний день состояние одного из сотрудников ГАИ оценивается как крайне тяжелое. Граждан, которые располагают любой информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просим сообщить в ГАИ ОВД Гомельского облсполкома по телефонам, которые вы видите на экранах. Авария на Лазурной – не единственное ДТП, в котором накануне пострадали люди. По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Мерседес» и двигаясь по Реческому проспекту на пересечении со студенческим проездом, поехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с мотоциклом «Хонда». В результате 29-летний мотоциклист попал в больницу. Автотранспорт привел к еще одной чрезвычайной ситуации, где уже понадобилась помощь спасателей. Сегодня утром в жлобе негодовалая девочка оказалась запертой в автомобиле. Отец ребенка завел машину, посадил дочь на переднее водительское сидение и пошел очищать лобовое стекло. Малышка время зря не теряла. Нашла кнопку центрального замка и одним нажатием заблокировала все двери автомобиля. Объяснять, как их открыть, понятное дело, было бесполезно. Работники МЧС при помощи шансового инструмента вскрыли водительскую дверь и освободили малышку. Родителям стоит помнить, что ни в квартире, ни в автомобиле малолетних детей ни на минуту оставлять одних нельзя, так как в считанные секунды может случиться непоправимое. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова